ОМТВЮА. Про Головне. Ну, явный пробел. Потому что тогда, когда он начал сам, мне было 15 лет, и я мало что мог сделать себе 15 лет. Сейчас я начал изучать всю эту информацию. Перечитываю отчеты ОБСЕ, перед этим были отчеты ООН. Украина! 8 лет бомбила Донбасс. Ну, судя по числам, реально, смотрите, за 21 год, согласно новостям ОБСЕ и ООН, погибло 18 мирных жителей. За 20-е 26, за 19-е 27, за 18-е 55. 80% это жертв, это эхо войны, это растяжники, это установленные мины в лесах, еще что-то. Камон, кто кого бомбил? И в новостях ДНР, вот я единственную новость, которую нашел, 15-52, 30 декабря 2021 года, где сказано, что у гражданского населения погибло 7 человек по новостям ДНР, то есть, ну, заинтересованной стороны. Кто кого бомбил? Чо? Я обращаюсь к луганчанам. Луганская область. Где вас бомбили 8 лет? Я устала это читать и смотреть тиктоки. Расскажите мне, где у нас были военные действия только в 14-е годы октября месяца. Я сама коренной житель Луганской области, с города Краснодом. Кто вас бомбил? Вас обижала украинская армия, может быть? А ну-ка, расскажите, когда? Это что за бред? Давайте я вам напомню, кто вас бомбил. Давайте я вам напомню юбилейные, где за юбилейном становились грады и оттуда херчили. Или лесной, где во дворы заезжали грады и тоже херчили прямо со дворов, чтобы от ветка прилетела куда? Туда. И кто видноват? Укропы. Да? Детский садик «Радуга» вам напомнить, когда летела авиация, и ваши защитнички все прятались в этом садике и вокруг этого детского сада. Помните? А в садике было куча детей. Детей до пяти лет, до шести. Это защитники? Это вас бомбили укропы? Троллейбус возле почты. Пьяные защитники переехали на танки, чьи на БТРе, и погибли там люди. Тетя Лена с Центрального рынка там погибла. Помните такое? Где у вас была война? Вы воевали сами с собой? Чеченцы в пиццерии зарезали двух официантов и повариху, которой было за шестьдесят лет, чипот шестьдесят лет, а перед этим изнасиловали. Тоже укропы? Или это ваши защитнички, которые пришли защищать Донбасс? А про их там нет тоже помните? Как через Изварина заходили все танки, грады, вся техника перла через Изварина. Помните все, да? Так подождите, вас же стреляли укропы. Тогда почему с Российской Федерации перла техника через наш город Краснодон? А помните, когда наши уже зашли в Краснодон? И когда с РФ, с Ростова, они полили градами прям по нашим поле. Помните? И тоже, тоже Украина стреляла. Да если бы они хотели, они простреляли весь Краснодон. Но они зашли и стояли там. И с Россией подло. Ночью их всех сожили. А как арестовывали на всех, кто за Украину и на подвалы кидали? Было? Ребята, меня арестовывали с двумя детьми. Коля Ральянс. Кричал представитель правого сектора, держите. И четыре автоматчика меня вели через весь город. А арестовал он меня прямо за юбилейного. И вел до ментовки. Очнитесь. Слава Украине. Где ты был восемь лет, когда русских убивали на Донбассе? А где был Путин восемь лет, пока русских убивали на Донбассе? Чего? Да, где был Путин восемь лет? Почему молчал? Он, он, ну, типа... Что? Что? Ну, он не молчал. Что он говорил? Ну, там, про скрепы. Ага, ага. Ну, про пенсионный возраст там. Почему он не пришел в ООН, не стукнул кулаком по столу и не сказал, «Эй, ООН, там русских убивают на Донбассе». А что, так можно было? Конечно, можно. Несешь в ООН доказательства преступлений, и они присылают миротворцев. И что, прямо на Донбасс бы тоже прислали миротворцев? Конечно, вы прислали им, только повод дай. Блин, что-то Путин и правда затупил. Я тебе больше скажу. Миротворцев просила сама Украина. Чего? И ООН даже хотели прислать миротворцев на Донбасс. Но знаешь, кто им запретил? Кто? Кто? Путин! Блин, а почему они его послушались? ООН же с нами не дружит. А Россия входит в Совет Безопасности, они обязаны ее слушать. «Ополченцы, которые указывают все, что украинская армия там все делает, начало начинает с них. Около моего дома, по улице Полиграфическая, 14, в Донецке, ставили, 14-18, ставили эти, они свои эти грады и стреляли в район аэропорта. Вот, потом, конечно, получали обратку. Люди стояли на коленях, женщины, и просили не ставить свои вооружения там. Но они сказали, выходили на референдум, мы теперь будем делать то, что считаем нужным». Привет, я Максим, это Света. Я Света, я гражданка Украины. И я тоже. Которая проживала до своих 38 лет в городе Донецке, государство Украина. До 2014 года. До 2014 года. И хочу всем ответить на вопрос, который задолбал уже везде, от которого я терплю буллинг в Инстаграме, во всех соцсетях. Хейтеров, не знаю, ботов, неадекватных людей. Где вы были 8 лет назад, где бомбили детей, где бомбили детей Донбасса? Я могу сказать, что все началось еще в мае 2014 года, когда была провозглашена Донецкая Народная Республика. Но каким образом она была провозглашена? По сценарию крымскому? Расскажи, пожалуйста, это. Да, причем мы в тот момент жили там и видели все своими глазами. Не просто из украинских СМИ или российских СМИ, а своими глазами из окон. Видели, как это происходило? В 2014 году одновременно с захватом Крыма у нас были ДРГ. Диверсионно-разведывательные группы, которые захватили полицейские участки. В тот момент они были милицией еще. Пришли зеленые человечки без опознавательных знаков, с автоматами Калашникова. И работали суперпрофессионально. Есть в интернете, кстати, много видео, как захватывались полицейские участки в моем родном городе, в Донецке. Это происходило в Луганске, еще на всей территории Донецкой области. Одновременно, сразу. И что произошло? Захватили полицейские участки, полиция сдалась сразу. И захватили все оружие. Вечером по всем местным телевизионным каналам местного значения было обращение, где сидели люди в военной форме. Я считаю, это был чистый военный переворот, где в военной форме заявили о том, что теперь это будет называться Донецкая Народная Республика. И мы будем отсоединяться от Украины. Используя слабость страны, используя, разыгрывая фишку Майдана, разыгрывая опять ту же самую карту языковую, которая, ну такая вообще на голову не натянешь. Потому что в Украине на самом-то деле на тот момент все национальное телевидение говорило, и даже президент говорил на русском языке. Весь, вся наша область, ну вся Украина была два языка. И проблем каких-либо связаны с языком вообще никогда, ни при каких обстоятельствах не было. У нас были школы на русских языках. Язык не принадлежит государству, а моей семье. Потому что мои родители, я ребенок СССР. И в СССР был всегда первым языком сначала русский язык, а потом шел национальный. Если кто знает, можете посмотреть в табеле. Он назывался Ридномова, у меня это называлось. Сначала был русский язык, и потом просто Ридномова. В других странах СССР это назывался родной язык. И вот, 7 июля, это мой день рождения, в мой город, в город Донецк, из Луганска, из Славянска, шла колонна. Колонна танков с российскими флагами. И она вошла именно в мой город. Танки, БТРы, машины с людьми, военными, с шевронами, российские флаги. Все это просто ушло по центральным улицам. Своими собственными глазами мы как раз ушли гулять с Донбасс-ареной. Мы гуляли с детьми на Донбасс-арене и возвращались домой, переходили мост нашей речки, Кальмиус. И в это время они ехали, и наверху сидели, я не знаю, я не хочу какую-либо нацию сейчас обзывать, но это не были люди со славянской внешностью, скажем так. То есть никого не хочу зацепить. И они размахивали российскими флагами. И еще где-то оставшиеся наши желто-блокытные пропоры были сняты и повешены российские флаги. Российские флаги. Окупация Российской Федерации. И мы тогда приняли решение, либо мы остаемся здесь и погибаем все вместе здесь, либо мы уезжаем все вместе. И мы просто вот в один час поняли, что, наверное, мы будем уезжать. Мы собрались, трое детей, мы собрали, мы все оставили. Младше было полтора годика. Все, что было, просто собрали вот так вот, сложили в чемоданы и поехали на вокзал. Вся наша жизнь, вся наша жизнь. Мои 38 лет уместились в пять чемоданов. Украина заявляет, что плацдарм на левом берегу Днепра откроет путь на Крым. По информации агентства Reuters, численность украинских войск на их якобы новом плацдарме несколько сот человек.